Добрые, умные, лучезарные. В зале краевой филармонии лучшие педагоги Владивостока. Некоторые из них отдали профессии больше 30-40, а то и 50 лет. И теперь принимают заслуженные поздравления. Я понимаю, что очень важно построить новые школы, детские сады, оборудовать классы. Но я понимаю, что те люди, которые занимаются образованием наших детей, должны быть счастливы. То есть нужно вкладывать и в них. Потому что только счастливый человек может сделать счастливым другого. Поэтому я либо коренным образом изменю систему и понимаю, что важно строить не только инфраструктуру, но и вкладывать и уважать труд учителя. Либо не буду за это браться. Благодарственные письма, грамоты, дипломы, памятные подарки – это лишь малая часть того, чего заслуживают педагоги. Ведь именно эти люди воспитывают и вкладывают знания юному поколению владивостокцев. Я работаю в образовании уже 51 год. Все годы, которые – это мое счастье. Дети всегда одинаковые. Просто учитель должен уметь найти подход к каждому ребенку. И каждый ребенок – он талантлив. Мы должны этот талант в нем развивать. Особое внимание в честь праздника – воспитателям детских садов. Лучших из них наградили денежными премиями и дипломами. Воспитателями года были названы Ольга Помазуновская, Ольга Ольшанская и Людмила Ковришкина. За этот год мы сделали очень много. Благодаря пониманию родителей, администрации города Владивостока помогла нам сделать ремонтные работы. Мы организовали платные образовательные дополнительные услуги. Мы заработали хорошие деньги за первый учебный год. Приобрели детскую игровую мель, компьютерную технику. В завершении праздника прошла церемония посвящения в профессию молодых педагогов города. В этом году 103 учителя впервые начали вести уроки. Всего в Приморской столице работают 120 муниципальных детских садов и 78 школ. В них трудится около 5000 педагогов. Катерина Матвеева, Алексей Заровный. Новости на Восьмом.